люкс fm представляет виталий козловский би да ты настолько себя не знаю не любишь и не уважаешь что ты себя понижаешь блин ты чё прикалывайся что я должна доказывать почему ты ригер я и так обогнала первого интервьюера украинского рамина ходят слухи что ты часто зависая свою завершая зависаешь в интернете есть такое сколько ты времени проводишь интернете очень много в день это сколько на глобально много в инстаграме на ютюбе телеграма точнее интернет это мессендеры но очень много там какие-то новости мониторю кто какую историю выложил кто что сказал это же все интересно я хотела начать программу с того что спасибо что вы стали звать ноунеймов спасибо почему ноунеймов судя по комментариям вашего инстаграме я вам заплатила деньги чтобы попасть сюда спасибо что позвали это правда спасибо рамина что ты на заплатила и благодаря тебе наша программа может продолжать существовать есть google запросы по тебе самый главный запрос рамина холостяк холостяк это шоу тебе для чего для пиара и для чего оно должно нужно было тебе изначально да я понимала что это шоу на которое я пойду и я смогу стать известной а мне всю жизнь не хватало внимания и я прям очень хотела быть известной для меня это важно потому что ну родители работали не уделяли мне достаточное количество внимания я любила учиться не любила так прям общаться не вот именно не хватало внимания поэтому холостяк это внимание это возможность показать себя плюс я хотела быть той особенной у которой сложится действительно отношения с холостяком это был твой первый такой первая борьба с комплексами холостяк но это не была борьба с комплексами потому что тогда это внимание это желание внимание это желание внимание это я сейчас понимаю проанализировав ситуацию там и когда я посещала и психологов и кучу тренингов это я сейчас сижу и умничаю тогда я шла на проект что считалось а самой классной то что меня должны взять я кстати ходила на первый холостяк потом по моему на второй или на третий и вот этот третий раз когда я прошла какие комплексы у меня не было тогда комплексов у меня комплексы появились после проекта холостяк вот серьезно потому что когда мне девочки сейчас пишут знакомые даже война я прошла на проект холостяк посоветую что-то и сейчас пишут рамина вышли в эфир серии я не знаю что мне делать как мне держать себя в руках чтобы не волноваться потому что ты приходишь такой весь допустим я наивный человек который верит что да это проект здесь можно встретить человека с которым ты построишь отношения да это девочки которая к сожалению вот что для меня было непонятно обсуждают вне камер холостяка и говорят какой он плохой хотя на камеру ходят с ним на свидание плюс ну ты снимаешься да потом выходишь из проекта он тебя не выбрал все но потом ты смотришь на себя на экране это понимаешь что информация которая дает людям не совсем соответствует действительности то есть все благодаря монтажу меняется и слова в том числе ну как смысл смысл да иногда меняется кто-то из девочек ты дружишь с девочками ты с ними общаешься а потом на монтаже кто-то над тобой смеется или считает тебя дурочкой и ты начинаешь злиться на этих людей хотя я вот сейчас понимаю что возможно девочки не говорили эти фразы возможно они не про меня говорили просто как я понимаю что есть 24 участницы у каждой должен быть какой-то запоминающийся образ если все будут хорошими такими добрыми наивными девочками это никому не интересно должна быть какая-то стерва дурочка там не знаю чем ненькая рыженькая и блондинка да да должны быть какие-то образы чтобы зритель мог понять там кто-то девочка с каре кто-то с длинными волосами кто-то свинком на голове для того чтобы и я так понимаю что мне объяснили что кто там режиссеры продюсеры выбирают девочку которая максимально похожа на типаж который вот должен быть в проекте и видимо я попала со своей внешностью с характером под типаж и девушки из состоятельной семьи которая там ни разу не работала которое было много молодых людей но это все правда нет то есть этот образ он соответствует твоей жизни или нет но смотри мне тогда было 20 лет я считала что если ты такая состоятельная девушка у тебя есть ухажеры и ты это все рассказываешь это очень круто это прям классно я конечно же давала им пищу для того чтобы они строили такой образ наверное было бы честно сказать что я с воскресенки ходила там в школу 98 у меня родители вот мама с папой старались заработать деньги я жила абсолютно простым детства у меня есть сестра у меня родители в разводе я об этом ни о чем не рассказывала во первых потому что родители сказали не говори что мы развелись просто скажи что хорошая семья живем хорошо детство счастливое ну то есть мне приходилось и здесь приврать я наверное подсознательно давала информацию такую чтоб меня взяли на проект потому что когда я проходила кастинг не сказали рамена а ты расскажешь про филиппа каляденко я говорю а надо они говорят да ты же хочешь чтоб тебя взяли это как конечно я сказала там да я встречалась филиппом каляденко у него мама лена каляденко и начала рассказывать вот эти все истории правдивые да да правдивая конечно в шоу холостяк в принципе практически можно найти любовь я думаю что можно но как мне кажется почему не складываются пары потому что изначально образ слегка приукрашен что у парней что у девушек вот для меня холостяк это кто состоявшийся мужчина который ищет себе девушку у которого есть там определенная какая-то недвижимость может быть какие-то приобретения чтобы он мог существовать в семье для того чтобы он забирает девушку и строить с ней отношения ты соответственно когда идешь на проект и думаю что ну чувак сто процентов крутой девочки каждая хочет показаться лучше нежели есть она на самом деле плюс на проекте организовывают свидание люди редактора да никто не говорит как себя вести насчет вопроса когда часто вопрос который задают если сценарий сценария нет просто люди говорят вот ромена вот у нас там был сергей холостяк сидите начинаете общаться и все мы сидим общаемся я не знаю настоящей жизни сергей пригласил бы меня на свидание там в ресторан как он сделал это в холостяке повез ли он меня там в испанию как он сделал это на холостяке потом если тебе плохо ты общаешься с психологом сергей тоже общался с психологом и вот на тебя плюс влияет потом когда ты ждешь свое свидание свидание девочки соответственно нам же с родителями общаться нельзя телефоны забирает телек смотреть нельзя читать нельзя ты получается находишься в изоляции и даже если ты не хочешь этого холостяка ты рано или поздно захочешь и будешь за него бороться хорошо скажем и ты говоришь нельзя общаться а если вы нарушите это правило то что не знаю у нас никто не нарушал ну вы подписывали какой-то когда мы подписывали контракт или санкции какие-то там есть штрафы за разглашение информации но вот насчет телефона я не помню какой штраф за разглашение информации по моему 100 тысяч гривен если ты начинаешь рассказывать о съемочном процессе там кто выиграл ну смотри там телефоны есть у редакторов если ты хочешь позвонить можно позвонить маме они говорят да можно ты звонишь маме рассказывай что мам как дела но нельзя рассказывать мама я в испании сижу и там холостяк поцеловался стой что мне делать такое нельзя раз к рассказывать потому что могут сказать что извини на телефон мы тебе не дадим ты по-настоящему была влюблена я была влюблена в него я прям очень расстроилась когда он не не выбрал но потом когда я посмотрела проект я поняла почему он меня не выбрал что у них там с марина и сленой были более такие близкие отношения мне очень было психологически сложно на проекте потому что вот ты например сидишь даже если тебе нравится этот сережа сидит перед тобой камера и ты вроде его и хочешь поцеловать но не можешь а он не решается а тебе советует редактор твой ну поцелуй его давай там что-то это а ты не можешь тебя просто ступор ты не можешь проявить инициативу по отношению к мужчине в принципе в жизни а когда еще на камеру это все это сложно вы общаетесь сейчас нет нет мы последний раз виделись на пост-шоу проекта холостяк с девочками общаешься причем видимо другие интересы какие-то у нас сейчас еще один запрос в гугле рамина возраст возраст мне сейчас 27 лет 92 года рождения пригод ты молодая в самом соку да ты не стесняешься говорить про возраст а что стесняться не ну потому что очень мало информации принципе про тебя про возраст по семью как-то все скрывается что вот у меня у меня чувство когда я даже готовился к интервью я смотрел очень много разных интервью читал о тебе в интернете ну такая девочка с характером мне даже несколько знакомых сказали ты поаккуратнее с рамен но потому что она может словцо то грубо это и сказать ты в жизни тремя прилагательными как ты все можешь охарактеризовать смелая честная и активная ты кстати в одном интервью даже не в интервью ты написала это по моему у себя в инстаграме стало что каждая девушка это еще по поводу холостяка хочет показать свои лучшие качества какие сам холостяк вот ты показывала на проекте свои самые лучшие качества думаю да какие у тебя хотя ты знаешь я когда в проекте участвовала я очень сильно подавляла себя мне иногда хотелось сказать серёжа блин ты чё прикалывайся что это должна доказывать доказывать там свое какое-то мнение или там рассказывать на что мне нужны деньги потому что он спросил ты задал вопрос сколько тебе нужно денег семейный бюджет я тогда сказала от одной до трех тысяч долларов он сказал что это ты будешь тратить такие деньги я бы сказала ну на еду закупки вот эти все он кай у тебя что там черная дыра или что я стою я думаю блин человек хочет создать семью футболист должен хорошо зарабатывать это я потом узнала что девочки сказали 1 100 долларов нужно нужно и на жизнь а вторая просто стала что может там заработать и 100 и 1000 ну в зависимости от заработка хорошо ты подавляла в себе некоторые качества а три твоих худших качества какие то что я резкая довольно таки и не даю шанс людям если не прощаешь сжигаешь мосты да 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 я сразу прекращаю общение если я вижу почему у меня долго не было отношений потому что если я вижу что мужчина ведет себя один раз так как-то не очень хорошо по отношению ко мне второй раз я потом не продолжаю общение также с подругами если я вижу что человек критикует меня очень много говорит ой блин всех критикуют негатива много я прекращаю общение с этим человеком ты кстати сказала о том что у тебя долго не было отношений сейчас отношения есть до долго уже встречать с осени можно сказать полгода как тебе отношения хорошо нравится скажи мне как твой молодой человек он молодой на ему 28 лет то есть принципе пришли 1 год к как он отреагировал на фотографию в плейбой это же было до знакомства за ним да но я потом увидел ну да я просто сказала он ну он сказал я не знал ты человек как мы уже выяснили в принципе да закомплексованы в детстве да как ты себя переселила чтобы обнаженной сняться перед чужим дядькой я скажу так что я понимала что это шанс после холостяка показать всем что вы считали что я не смогу пробиться а вот вам журнал playboy а он как раз вышел в ту неделю когда меня выгнали просто а чисто потешить свое самолюбие показать им вот вы в меня не верили не хотели чтоб я выиграла вот держите как тебе снималась нормально вот странно но нормально тогда стилистом была марина борщевская это очень когда очень очень классный стилист она меня там прям поддержала показывала как позировать и дима баранов это известный фотограф он из плейбоем с другими журналами работал они как-то так себе расположили съемка была в ботаническом саду что сказали родители когда увидели мама сказала не показывай мне папа папа сказал что а папа делает вид что не видит вообще тема секс для тебя это табу в обсуждении где вот так грань которую ты не переступишь в обсуждении секса ну наверное рассказывать как мне нравится заниматься сексом мне кажется это нужно только партнеру рассказывай для того чтобы это применить в жизни а так какой-то ограничений прям глобальных у меня нет то есть если тебе задам сейчас вопрос о сексе ты на него можешь ответить да хорошо вопрос такой мастурбировать или игрушка из секс-шопа мастурбировать я объясню почему потому что мне сказали что если часто использовать игрушку из секс-шопа стенки влагалища становятся нечувствительными и потом когда занимаешься с партнером сексом мужской член ну и большинстве случаев не такой большой как игрушки могут быть и потом просто ты себе все нарушишь и не сможешь получить оргазм с мужчиной это тебе кто сказал гинеколог серьезно в принципе логично девочки вы услышали я тебе задаю вопрос ты мне врешь очень просто а кто ты пупсик как тебя зовут оля смотрела гей-порно нет какую свою часть тела считаешь самой сексуальной надо соврать нос был интим с девушками до число пи помогает стать крутым блогером до уводила парня у подруги до ходила в сауну с мужчинами надо соврать до виталий козловский би не а сергей мельник гей да пригласишь меня на интервью до не получилось следующий запрос гугли рамина ходят слухи даже но на самом деле за сколько каналу в 15 мая запустили с 2018 года расскажи просто про команду команда это я оператора 2 в киеве два оператора в москве редактор которая ищет просто информацию я говорю найди пожалуйста максимум информации а я уже сама все сделаю и монтажер все ты сама директор этого всего да ты сама принимаешь решение кто в гостях у тебя сама договариваешься тяжело договариваться сейчас стало легче а так было сложно всегда звонишь там например андрею данилку мы полтора месяца звонили некоторым людям тоже каждый день там вот у моей сестры сейчас есть список моя сестра это есть редакторы и она всех обзванивает и у нее там есть список людей которого на каждый день звонит и они могут не брать трубку на на все равно звонит она горит все не переживай сделаем найдем этих людей сложно да потому что не знаю кто я я же вот ты например с тусовки звезд я не за этой тусовки они думают что я задам какие-то вопросы которая потом может быть на их карьеру повлияет все-таки политические какие-то моменты они не знают что от меня ожидать возможно они сомневаются какой-то моей компетенции потому что у меня были раньше блогера в основном это сейчас уже пошли более взрослые люди часто после интервью правят интервью пиарщики нет у нас вышло где-то 35 36 интервью из них где-то два человека просила скинуть на просмотр перед публикацией ты будешь просить нас интервью скинуть перед публикацией не сколько ты готовишься к интервью где-то за неделю я знаю что будет интервью ну или за три дня плотно три дня готовлюсь кто отказал беспринципно в интервью лася никитюк рожден потап мозги на игноре вот этот песен мозги production на игноре я знаю что конфликт с киевстонером произошел ты опубликовал даже видео опубликовала о том что сначала появился выпуск с киевстонером и потом ты объясняла почему ты его ударила у себя почему потому что везде он весельчак такой классный а тут я задела его сущность ты поняла почему на самом деле так произошло ты видео говорила что скорее всего это из-за того что думаю да я вот и ты для себя поняла все таки вы потом обсуждали это еще раз он мне написал в директ после то после этого видео когда скажем так слила нашу переписку он сказал именно что значит там ты обличила меня типа ты чего прикалываешься я ему записала видео то что альберт я считаю ты поступил не по-мужски ты поступил неправильно для меня ты поступил некрасиво об этом я сказала у себя в видео я считаю что я все сделала правильно потому что в интервью анатолича мне показалось что ты не совсем корректно рассказал о ситуации потому что когда у него спросил анатолич почему ты попросил удалить видео входят слухи он не сказал что я ему давала на просмотр видео перед публикацией и он там просил из названия кое-что убрать что баста я написала баста он сказал ты чего прикалываешься какое баста если там я о нем два слова сказал ничего хайповать хочешь все ты на него обижаешься после и не то что обижаясь просто когда он согласился на интервью для меня это был такой огромный шаг потому что у меня мало было подписчиков и тут я просто сижу в заведении и рядом сидит кив стонер очень популярный такой крутой чувак я просто к нему подхожу и он даже не спрашивает ни ссылку на канал ничего он говорит да я тебе дам интервью я тогда настолько была рада я всем своим друзьям рассказала блин какой крутой чувак кив стонер вот это представляете даже не спросил ни ссылку на канал ничего просто сказал я приду в любое время в любое место вы представляете я такая шла думаю вот это классный он чувак не зря его любят люди и потом он такое говорит плюс на интервью мы же хотели ему сделать такой сюрприз сделать закладки из чая чтобы он их искал и он когда узнал что какой-то сюрприз он такой стоит огромный говорит трамина чё за сюрприз если час будет кое-то сюрприз я эту бутылку возьму и об голову разобью человеку который сюрприз я уже в начале интервью засала плюс он очень жестко меня травил я эти шутки не понимаю может быть эти шутки доступны людям там с района какой-то их сленг возможно они смешные но интервью с ним было очень сложно потому что когда она на мной шутил мне хотелось плакать а у меня команда вся смеялась над тем как он шутит и я понимала блин люди на меня работают оператор и редактор а вы смеетесь как надо мной гонит гость мне очень было прямо на этом интервью была на грани того чтобы расплакаться от этих шуток потому что ты говоришь ему что-то он говорит ты чё гонишь там не было такого ты говоришь нет было такое и он начинает тебя унижать именно как то ли им весело понравилось интервью 700 тысяч просмотров набрало скажи мне но если бы вы сейчас не встретились ты бы как все появилось просто сказал привет то есть и вы с ним продолжила общаться ну как продолжила просто сказала бы привет в принципе очень остро реагируешь на все комментарии которые пишут люди особенно на хейтерские почему потому что я знаю как я стараюсь и знаю то что я к интервью готовлюсь ищу информацию и когда люди сидят и начинают рассказывать там как брать интервью как еще что-то делать мне хочется сказать да блин ну я и так приложила максимум усилий и так спросила зачем то что мне хотелось смотри я читаю на твой инстаграм я смотрю видео я вижу что ты очень остро на это реагируешь да вот это то же самое что человеку который у которого есть права он сел за руль едет у него там уже там какой-то опыт есть и сидит рядом чувак который вообще не умеет водить машину и у него никогда там прав не было и он начинает рассказывать как ездить это человек не будет реагировать так почему ты реагируешь меня завышенные вот эти стандарты того как должно быть и но это вот с детства комплекс отличницы вот своем агентстве я самый маленький блогер и может быть для тебя ты говоришь ты молодец тебя 180 тысяч для меня тоже я молодец у меня 180 тысяч но в россии мне говорят ромена у тебя всего лишь 180 тысяч подписчиков ну подожди но получается что ты настолько себя не знаю не любишь и не уважаешь что ты себя понижаешь из свою значимость тоже да она так и есть это видимо с детства вот какие-то приколы которые до сих пор не проработанные и они проявляются в этом а когда будет тот момент когда ты скажешь ну вот я молодец мне наплевать на то что вы ты знаешь когда когда у меня будет очень много подписчиков а когда какая цифра должна быть пол миллиона миллион вот когда эта цифра будет а у других будет 10 уже ну пусть будет пусть будет я и так обогнала 1 интервьюера украинского который очень давно в шоу бизнесе когда ко мне станут эти люди вот только что ответил на свой когда ко мне станут эти люди тот же потап тоже настя тоже тина кароль не знаю филипп киркоров в политике когда они будут ко мне идти и не боятся тогда я буду знать блин я молодец еще один запрос гугли рамина виталик ходят слухи о том что ваш роман это был контракт скажи мне пожалуйста как это происходит ну то есть приходит человек говорит давай сделаем фиктивный фиктивные встречи подпишем контракт вот тебе деньги как это происходит смотри насчет истории с виталием козловким я не знаю как комментировать потому что я например со своим парнем обсуждала то что он так как он адвокат как это там красиво подать информацию но так как участвовали и я и виталик соответственно если я начну что-то комментировать рассказывать будут возникать вопросы к нему но при этом не могу так смотри при этом ты написала у себя в инстаграме что ты хранительница гей секретов до касательно виталика просто я знаю что но в принципе в шоу-бизнесе есть геи а как-то вообще относится к однополым браком к однополым браком я думала об этом как я отношусь ну я как-то сидела в гуме в москве я увидела как целуются две девочки они сидели рядом на лавочке мне это не понравилось но когда отстраненно ты такой сидишь там себе на диване и такой думаешь я хорошо отношусь и к однополым бракам и геям и к лесбиянкам я не знаю как ответить на этот вопрос потому что у этих людей же будут дети рождаться и насколько это нормально для детской психики иметь двух там отцов или двух матерей вот этот момент меня смущает но статистика показывает что те дети которые росли в однополых браках они гетеросексуальны да они в принципе нормальными людьми вырастают ну там даже у реки мартина там дети да то есть пока никаких предпосылов нету и у элтона джона с его мужем но ты тебе предлагали однополую любовь не интересно интервью у них никто не предлагал мне предлагали как-то заняться сексом втроем моя подружка чтоб я занялась с ее парнем и с ней я сказала что я против этого потому что я тогда была очень сильно уверена себе сказала что твой парень может идти ко мне для тебя размер мужского достоинства имеет значение в отношениях у меня сразу на ум приходит история про отношения с моим молодым человеком я когда с ним ну я понимала что он не нравится у нас не было секса я думала блин он такой хороший главное чтоб сексе все получилось главное чтоб сексе все получилось ну в итоге все получилось мне кажется главное что он не был мега большим оптимальный размер вот не могу назвать я я после того как настя ивлеева сказала про 21 сантиметр я узнала что такое 21 сантиметр а не подождите до 15 15 она сказала для тебя большой до 20 не одну просто есть такой миф что 21 сантиметр это считается стандарт и какие-то мужской красоты и когда она сказала что 15 сантиметров это мало ну для меня как цифра 15 сантиметров это малая гуманитарий ничего не знаю а потом не подружка объяснила что это там как две карточки или как телефон я поняла что действительно 15 сантиметров это не маленький имеет значение то с кем ты занимаешься сексом все-таки это мозг должен быть возбужден они вагины твоя раскрепощенность по 10-балльной системе в интимных отношениях первые разы это наверное пятерка а потом уже дальше шестерка нарастающей сейчас будет маленькие маленькая такая рубрика называется астрология от славы значит сейчас мы чуть-чуть в гороскопы поиграем с тобой да ты гороскопа веришь смотри то есть те которые пишут в журналах нет а какие-то а у астролога если сходить и она тебе сделает натальную карту да а ты была да смотри ты родилась 1 марта да по знаку зодиака ты рыба давай проверим что пишут гороскопы астрологи и сравним с тобой девушка рыба обладает сильным характером да также она женственная и романтичная натура да может соблазнить мужчину не прилагая особых усилий на думаю да вокруг рыбы всегда много ухажеров я бы не сказала что много ухажеров были те ухажеры которым ты отказывала в смысле отказывала в отношении в да они просто не предлагали я как-то даже не предлагали стать содержанкой их предлагали дело в том что я не знаю как-то интуиция назвать я сразу вижу мой человек или нет и мне достаточно там провести ну одну встречу для того чтобы понять можем мы продолжать общение или нет девушки рыбы очень сентиментальны и чувствительны их легко обидеть да это правда драться ты умеешь можешь дать сдачу нет но если я увижу какую-то опасную ситуацию я убью человека очень легко серьезно ну да если я увижу что кто-то что что-то угрожает жизни но там человек будет угрожать жизни моей мамы сестры моего молодого человека если это вопрос жизни и смерти я не побоюсь дело инъекции красоты до обращалась к пластическому хирургу стеснялась своей внешности занимала большую сумму денег занималась интимом в кабинке туалета тебя обманывали мужчины бросала парня по sms покупала дорогущую шмотку а потом ее не носила удовлетворяла себя сама опаздывала на свидание принимала таблетки для похудения разглядывая себя голенькое зеркало била мужчин в пах не помню тебе предлагали интим за деньги пробовала на вкус муравьев худела ради парня восхищаешься собой вопросы из соцсетей значит люди спрашивают это передаем кстати ты первая гостья которая реагировала надо под нашим постом да там кто-то спросил там кто это ты начала писать сюда и что ничего чувак ответил потом и по второму ответу я поняла что он не адекват все убедилась а им настя здрасте пишет а сколько мужчин было в твоей жизни первое отношение вторые 4 а когда девушка должна завязывать впервые отношения но у меня это случилось в 19 лет на втором курсе университета ты считаешь что рано или поздно я считаю это нормально осознанные вполне отношения в школьные годы занимаюсь обучение узнаю что-то новое в университете вот на втором курсе завязались отношения было сложно завязать отношения нет но это было очень потом травматично потому что когда ты заводишь новые отношения ты думаешь что это один раз и на всю жизнь и так все прекрасно а потом к так у тебя сразу меняется вся картинка жизни то есть он был он был инициатором до того чтобы мы разошлись кристина мартыненко спрашивает вам набрали питание про видосы над виталием козловским да надоели почему потому что разговоров про эти отношения больше нежели самих отношений вы сами подогревали интерес к этим отношениям и к этим последующим разговором ну да потому что мы хорошие пиарщики я училась в институте журналистики на специальности реклама и пиар антонова они то спрашивают рамина зачем вы переехали в москву жить вы бы с киевом могли брать интервью у русских звезд и блогеров поэтому по skype да как гонова возможно ездить время от времени мне настолько надоела ситуация которая сложилась вокруг холостяка и виталия козловского что и плюс я еще тогда с мамой жила ни разу не жила одна что я решила свалить в москву нашла там курсы переподготовки актерские константин райкин у него есть своя школа актерского сына аркадий райкин у него есть своя школа актерского мастерства там где 1 2 3 4 курс актеры учатся а есть отдельные курсы полтора месяца обучения каждый день с утра до вечера и там они тебе на скорую руку проходят обучает тебя то есть ты поехала туда ты сейчас учишься я же приехала два года назад я уже окончила так потом потом пыталась мне было депрессия после этих курсов это обучение подавляла мою веру в себя да ладно а в смысле да ну так потому что там учились люди с актерским образованием а в москве такой есть прикол что если там окончил один из пяти вуза вот и такой крутой а я плюс ну или это мне так показалось возможно так и не было я из украины мне сложно было ездить вот в киеве у меня была и машина своя и с мамой я жила и вроде какая-то известность там рядом с виталием козловским а тут я продала машину поехала в москву учиться ездила на метро комфорт уже хуже с мамой не живу все сама плюс хоть мы все и говорим на русском языке присутствует говор и когда у меня была техника речи преподаватель по актерского мастерства была такая женщина взрослая и когда поступали парни она всегда их подбадривала или когда девочки и тут я и она к ну именно с вашим говором нужно нужно работать очень все и когда наступала моя очередь я уже видела ее лицо насколько человек в меня не верит и плюс по по окончанию этих курсов мне поставили тройку вообще за пройденный курс и тройка была только у двух людей у меня и еще одного парня который там вообще вообще очень плохо все изображал это меня расстроило потому что я приехала реализовывать свои мечты а получилось что мне сказали стоп ты нет талантливая у тебя украинский говор и что-то вообще хочешь а что дальше вот ты закончила актерское актерское мастерство у тебя началась депрессия да да ты не вернулась обратно не вернулась обратно я там жрала дома лежала отдыхала после этих курсов тяжело зарабатывала а у меня же были деньги с собой которые я взяла в киеве потом я ходила на массовке ты долго жила москве я же сейчас до сих пор живу но ты сейчас с молодым человеком москве нет в киеве я 10 дней там 10 там в европе встречая зачем ты живешь а с москве если тебя молодой человек здесь и в принципе работа тоже почти здесь нет деньги из москвы мне приходят заказы рекламные в основном москве то есть ты снимаешь украинских звезд в украине а российских в россии но у тебя сейчас не так много российских звезд блогеры все российские были были а сейчас сейчас марина на украине не сейчас будет я хочу расширять просторы потому что у нас в принципе снимает интервью влащенко ты анатолич и я на нас всех звезд не хватит соответственно нужно в россию там куча украинцев живет которым запрещен въезд ну не куча много украинцев живет которым запрещен въезд в украину почему вы мне не снять их вот я например общалась с андреем макаревичем они сказали что им понравился канал но в связи с сложившейся ситуацией и с тем что его щемят он пока что не может дать интервью украинской журналистки а есть люди которые согласны мне дать интервью ты вообще как политики относишься как я не очень ориентируясь в политике вот что я скажу ну ты же журналистка я сейчас только стала разбираться чуть-чуть благодаря своему молодому человеку который разбирается в политике благодаря подготовке к интервью с гордоном я стала пересматривать интервью например того же бориса березовского или немцова у гордона стала смотреть собчак разбираться что там там ельцин как кучма кто что путин как пришел к власти я стала чуть-чуть разбираться в этом потому что в детстве меня всегда волновал шоу-бизнеса там модели родители тоже особо политику не обсуждали ты голосовала до выборах да твое мнение по поводу второго тура то что прошел зеленский и порошенко да я очень удивлена тем что такое огромное количество людей поддерживает порошенко я почему-то думала что за него меньше проголосует людей и мне сейчас интересно будет самой посмотреть кто победит ты бы хотел я хочу чтобы победил зеленский для того чтобы кто-то новый попробовал свои силы в политике и в управлении страной потому что петр алексеевич уже попробовал и хоть он и сказал что после окончания второго тура он сделает так чтобы закончилась война у него было очень много времени для того чтобы реализовать эти планы плюс я знаю что путин категорически отказывается общаться с порошенко что он его не уважает и не берет на него даже трубку я не знаю возьмешь его на зеленского трубку и будет ли он как-то с ним общаться но стоит попробовать потому что если человек себя не проявил в эти в этот срок вряд ли он что-то изменит ну он проявил себя в стране группы да он про безвизовый же явил себя да есть поддержка других стран не соседских но другие страны в том числе соседских даже той же польши есть и позитивные там реформы если это так можно назвать который он провел ну просто например зеленский он же обещает но он как-то не дает конкретики а петр алексеевич он дает конкретику которую потом не выполняет возможно это ему там советники что-то не то дают мы смотрели вчера статистику петр алексеевич стал богаче по моему что раз в сто раз до нежели он был до этого он вел свой бизнес ну я ничего не имею против него но чисто с точки зрения того чтобы дать кому-то шанс нужно дать кому-то новому еще один вопрос ну прости но люди спрашивают пишут поэтому я тебе обязан зачитать оля по 17 козловским пользовалась и выбросила когда поняла что дальше с него нечего взять да он был хорошим трамплином для старта публичной карьеры но по большому счету про рамену начали говорить именно с романа или там пиара с виталиком козловским я считаю что это последний вопрос про козловского в этом я думаю как объяснить чтобы не затронуть репутацию там или не открыть какие-то тайны которые касаются двух людей виталий козловский действительно он известный артист и рядом с ним девушка которая кажется тем более в статусе невесты этого супер но разница например между виталием козловским и моим нынешним молодым человеком то что виталий козловский очень длительное время находится на эстраде у него очень много знакомств и он знает как я сильно хотела быть публичной и проект там ходят слухи интернет был заранее еще когда он был он обещал мне познакомить со многими людьми помочь реализации моих целей но этого не произошло вообще есть вот женя который адвокат который тоже имеет знакомство но он максимально пытается помочь для того чтобы мои мечты воплотились потому что он знает как для меня это важно поэтому да роман цветали им козловским это хорошо это узнаваемая такая штука но все не совсем так как вы думаете виталий козловский почему он ни разу не был участником шоу холостяк тем холостяк а я не знаю я у него спрашивала и мне кажется прикольно бы если бы он был холостяком а что ты скажешь про нынешнего холостяка никита рынке туда бринина ну вот я просто знаю что он со всеми целовался на проекте и что не осталось ни одной не целованные девушки взрослому или по-взрослому мне кажется что как-то дорвался очень сильно мужик не стоило так доцеловаться тоже ходили слухи что он гей я не знаю это правда или нет я с ним лично не знакома я как-то ему написала в директ когда он был на шри-ланке и спросила сколько но действительно для шри-ланка это дорогой отдых и сколько стоит пойти поесть и сколько проезд стоит вот он не ответил ну никита добрынина его классный голос классно он выглядит ты будешь не делать интервью не я тебе говорю предложение ты говоришь странно или нормально знакомиться с парнями в соцсетях странно или нормально нормально иметь тайный аккаунт в инстаграм странно волноваться перед съемкой нормально звонить бывшему по пьяни стран смотреть порно с любимым странно или нормально я просто не пробовала наверно нормально пить по выходным нормально обижаться на подругу если она купила такое же платье как у тебя странно постоянно сидеть на диетах странно напиваться в одиночку странно хотеть увеличить грудь губы или попу нормально объедаться вкусняшками на ночь нормально носить одежду своего бейфренда нормально рассматривать профили тех кто тебя комментирует мама обсуждать парни с подружками под винишко все нельзя нормально флиртовать с незнакомцем на людях стран принимать дорогие подарки от малознакомых мужчин странно обещать перезвонить и не перезванивать странно следить за кем-то тайна в инстаграм странно ла 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 05 08 участники предлагали деньги что попасть на интервью и сама платила славе что к нему прийти значит славе я не платила они сами мне написали и мне приятно что они мне позвали потому что у них снимается реально звезды а я себя пока что звездой не считаю начинающие мне очень часто на почту пишут люди и спрашивают сколько стоит интервью я пишу что нет нельзя у меня сняться за деньги я приглашаю только тех кто мне интересен и кто там интересен моим зрителям маша кошкина спрашивают какая у тебя самая дорогая вещь гардеробия дорогая вещь гардеробия это наверное сумка фенди которая 3000 долларов или шанель кристина фикс спрашивают участвовал ли ты в проектах за которые тебе сейчас стыдно не а в каком проекте ты никогда не примешь участие даже если будут платить деньги ну как участница в украинском проекте холостяк больше не пойдешь но если будет то руководство у меня видение и мировоззрение отличается от того что видят они поэтому нет ты обижена на холостяки да 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 обижена я очень обижен продакшен который делаешь на я очень обижена потому что мне кажется они поступают не по-человечески но они делают шоу не для участников да они делают шоу а для зрителя для зрителей но они позволяют себе выставлять девочек в дурном свете и у девочек потом рушится психика может у кого-то отношения рушится с родителями там с какими-то людьми они об этом не думают это не экологично и также я бы не участвовала в шоу вот таких знаешь там типа какие-то постановы про магов экстрасенсов когда людей за лошар принимает я такое не люблю вот в ком бы я не участвовала гоша 123 спрашивает как ты думаешь что ты умеешь делать круто по-настоящему круто по настоящему я умею слушать людей то есть в принципе к тебе может прийти подружка поплакаться да я и даю советы как психолог задаю вопросы могу пощемить я думаю что у меня получается слушать потому что ко мне идут люди на интервью и они часто рассказывают очень много информации на все как-то располагаю к себе скажи мне последний вопрос сколько раз за сегодняшнее интервью ты мне сказала неправду мне кажется что я всю правду сказала кажется но не факт могла приврать где-то в датах может быть каких-то суммах плюс-минус подарок прямо сейчас рамена тремя прилагательными расскажут что в пакете какой подарок она приготовила вы ставите лайки подписывайтесь и пишите комментариях и подумайте что за подарок среди всех кто правильно ответит а мы разыграем вот то что в пакете что в пакете ребята здесь пакете влажная скользкая и блестящая влажная скользкая и блестящая как вы думаете что это пишите в комментариях салом плюс слава плюс слава плюс слава плюс